Во время записи интервью этот человек стал первым в Молдове, кому уже по факту пришлют золотую кнопку Ютуба. И получит он эту награду по одной важной причине. У него за три года на Ютубе уже один миллион подписчиков. Успеху этого популярного парня могут позавидовать все, так как у него не только миллион подписчиков, но и больше 140 миллионов просмотров. Так в чем же секрет одного из самых популярных видеоблогеров русскоязычного мира? Началось, я могу сказать, еще с самого детства, как многие дети любят разбирать игрушки, смотреть, из чего они сделаны. Так вот, у меня такое ощущение, что мне просто-напросто не хватало того, чтобы посмотреть, из чего сделана та или иная игрушка. Мне хотелось еще как-то ее сделать, может быть, лучше из каких-то там подручных средств. Ну, конечно же, я был еще маленький, особо в этом не разбирался, но мне, вот как пример, было достаточно, если там какая-то машинка или паровозик, работает двигатель, там на одной батарейке, мне было достаточно того, чтобы поставить две батарейки, и он будет ехать намного быстрее. Конечно же, со временем это все ломалось, но вот эта вот тяга у меня была еще с самого детства, и вот я могу сказать. Вспомни тот день, когда ты стал записывать первое видео, и знал ли ты, что после первого и последующих видео ты станешь популярен не только в Молдове, но и во всем мире? Ну, первое видео, я могу сказать, которое я снял, это когда у меня появился только первый телефон с возможностью съемки видео. А так, первое видео, которое я выложил на YouTube, оно просто было заснято с целью найти своих единомышленников, поделиться своими идеями, может быть, услышать какую-нибудь критику взамен, как-то что-то переделать. И никак там не с целью, может быть, стать популярным или на этом заработать, просто с целью найти единомышленников. Что ты почувствовал в тот момент, когда ты стал набирать посмотры? Тысячи перешли в сотни тысяч. Ну, для меня, конечно же, это было неожиданностью, я никогда даже и не мечтал о таком, что просто мое хобби так понравится зрителям, и столько найду единомышленников таких же, которые тоже любят что-то там мастерить своими руками. И, конечно, был приятно удивлен, и до сих пор мне не верится, вот сейчас на канале буквально сегодня-завтра будет миллион подписчиков, и мне до сих пор не верится, что целый миллион тебя смотрит, и это только зрители, которые подписаны на тебя. Но кроме этого, конечно же, видео распространяются и гораздо больше просмотров. Ты нашел ответ, в чем твой успех? Почему тебя смотрят и тебя любят? Ну, я думаю, мой успех в том, как я преподношу эту информацию. Мне кажется, даже если идея не настолько интересна, не настолько она новая, но если ты преподносишь эту информацию с какой-то долей позитива, и несмотря на то, если даже у тебя, например, дома какие-то или проблемы, или у тебя плохое настроение, или окружение твое не совсем такое позитивное, каким ты являешься, то по-любому нужно на камеру показывать, что ты доволен для того, чтобы людям было интересно на тебя смотреть, потому что, я думаю, никому не будет интересно смотреть на человека, который, по сути, негативный, который преподносит информацию как-то как будто плачевно, непонятно как. От этого, я думаю, и в этом тоже успех. Нужно все всегда преподносить коротко, ясно и с долей позитива. Как работает в интернете бизнес-схема? Ты выкладываешь видео, оно чудом набирает просмотры. Как на этом заработать? Ну, например, в первую очередь, конечно же, вам нужно снять качественный материал, такой, который, по вашему мнению, будет интересен другим зрителям. После этого выкладываете его на YouTube и, соответственно, у вас сразу же отображается реклама или в нижней строке именно видео, или рядом с видео. Реклама YouTube. Если человек, например, кликает на эту рекламу, вы получаете какие-то там долю. Ну, это незначительная доля, и также зависит цена на эту рекламу от региона, от страны, которая смотрит именно ваше видео. Ну, и плюс к этому, для того, чтобы получать доход изначально, потому что YouTube, он по умолчанию сразу же публикует рекламу, но вы не будете ничего с этого получать, если вы не подключены к партнерской программе, так как есть партнеры, которые за какую-то долю, например, вашего дохода, они будут вам ежемесячно выплачивать столько, сколько вы заработали. Или можно также напрямую работать с YouTube, но, по-моему, на сегодняшний день уже работать с YouTube напрямую гораздо сложнее, потому что там критерии по просмотрам, по посещаемости. Ради интересного видео иногда приходится делать безумные вещи, и популярный интернет-блогер не исключение. В прошлом году, например, мы с девушкой попробовали сварить пельмени в арбузе. Не знаю, нам показалось, что оно получится. Изначально мы увидели фотографию в интернете, но многие над ней шутили, говорили, что это фейк, просто-напросто почистили арбуз, туда наклали пельмени, и типа они варятся. И мы решили это попробовать, и у нас это получилось, и мы были приятно удивлены тогда, когда в арбуз кладешь пельмени, наливаешь воду, начинаешь их варить, и смотришь всегда на корку арбуза, что она еще до сих пор не поломалась, не вытекли все пельмени вместе с водой. И это поистине было очень весело наблюдать, как пельмени варятся в арбузе. А что больше всего набирает просмотры у тебя лично? Что нужно такого сделать перед камерой, чтобы это взорвало, и все обсуждали, смотрели? Я думаю, больше всего просмотров набирают лайфхаки. Это те же самые хитрости жизни, когда можешь сделать какую-либо полезную самоделку, допустим, из пластиковых бутылок. У меня есть три видео из серии, что можно сделать из пластиковой бутылки, именно по пять идей на каждое видео. И поистине это очень много просмотров набирает и пользуется популярностью, потому что почти каждый человек дома имеет пластиковую бутылку, и ему интересно, что из нее можно сделать. А так, в принципе, по-разному. Я не могу сказать точный какой-то такой прогноз, что если я сделаю это видео с какой-либо тематикой, он наберет много просмотров. Иногда бывает, что делаю какое-либо видео, и мне кажется, что оно вообще не наберет просмотров, потому что оно лично для меня неинтересное. Но после этого остаюсь приятно удивлен, видя, что, оказывается, многим людям это понравилось. Так что определенных прогнозов, я думаю, не могу так сделать. У творческих людей в один момент возникают мысли и страхи по поводу того, что идеи могут закончиться. Переживал ли когда-то Роман Урсу, что идеи перестали посещать его? Нет, такого страха у меня не было, и слава богу, что и нету до сих пор, потому что есть хорошая аудитория за плечами, которая в трудную минуту всегда тебя поддержит, подскажет, потому что, мне кажется, она лучше всех видит, когда у тебя начинается кризис, когда у тебя идеи, может быть, контент сам по качеству немного падает вниз, то они начинают тебя подбадривать. У нас есть группа ВКонтакте, где там все единомышленники обсуждают какие-то новые идеи, просят меня, чтобы я показал ту или иную идею в своем репертуаре. Так что особой такой боязни нету, можно, я думаю, любую какую-то игрушку или вещь из интернет-магазина купленную просто-напросто вот так посмотреть на нее и прикинуть, чем можно эти же детали заменить какими-то с подручных средств и сделать точно такую же копию. И это будет и интересная идея, и плюс к этому сделанная своими руками. У Ромы есть время на личную жизнь? Как с этим идут? Нет, на личную жизнь, слава богу, есть время, и я очень рад тому, что я успел подумать о личной жизни еще до YouTube, потому что если бы у меня не было девушки, и я сейчас задумался о личной жизни, да, я бы мог с уверенностью сказать, что времени почти не хватает. Но так как я с девушкой познакомился еще, когда мы вместе учились в одном колледже, это 5 лет назад, мы вот уже 5 лет вместе, и сейчас, наоборот, можно сказать, YouTube нас еще больше соединяет, потому что и ей создали канал, она тоже занимается how to make, но для девчонок, и это круто, когда с любимым человеком ты имеешь какую-то одну, можно сказать, не то что цель, а одно увлечение, вот, и это на самом деле очень интересно, она иногда у меня там некие советы спрашивает, я ей немного помогаю. Девушка популярного молдавского блогера также стала создавать видео для интернета. Не думал ли когда-то Роман Урсу, что его семья и будущие дети также посвятят свою жизнь работе в интернете? Я думаю так, если YouTube останется хотя бы таким, какой он на сегодня есть, то, может быть, это да, это может быть даже перейти как-то в поколение, там, своему сыну, сын передаст своим сыном, наверное, допустим, мой канал, если так просто взять. Но со временем видно, что YouTube теряет свою хватку, и даже то, что можно было заработать, еще когда я не занимался YouTube, вот как многие рассказывают, то на сегодняшний день это просто космические цифры, о которых ты даже и не мог представить, что когда-либо были вот такие вот, такая помощь, можно сказать, от YouTube, потому что я не считаю, что YouTube это так и есть, это мой не основной заработок, и то, что получается заработать при помощи YouTube, то ты также вкладываешь в камеру, в освещение. Популярная интернет-личность Роман Урсу советует всем начинающим видеоблогерам творить и создавать то, что душа хочет. Во-первых, это, конечно же, найти какую-нибудь такую золотую нишу, которую никто еще не затронул, допустим, какую-либо тематику. Также устойчивость, усердность нужна, если стучитесь, допустим, в одну дверь, ее никто не открывает, так стучаться, и стучаться рано или поздно, я думаю, ваша тематика как-то прорвется и станет тоже популярной, и будете пользоваться успехом. Если вы мечтали создавать интересные видео, но никак не решались, то сейчас то самое время, когда стоит заниматься тем, о чем вы давно мечтали. И как опыт Романа Урсу показывает, в один день о вас могут узнать как тысячи людей, так и миллионы.